Привет! Недавно мне написал мой подписчик Тигран с информацией, что он нашел самого лютого хойщика на планете. Он его расписал, что это просто ну какой-то киборг, лайнер. Маркус по сравнению с ним лошара полная. Ну, я попросил его профиль в стиме и увидел там 12 тысяч часов в хое 4. Это полтора года без вылазной игры. Также у него есть друг с 6 тысячами часов, и я решил проверить, а смогут ли наши ребята одолеть этих слонов. Поэтому берем мод на Первую мировую, делим игроков на две команды. Привычные уже нам игроки будут играть за антанду, а профессионалы на центральных державах. Делаем равное количество дивизий и выясняем, решает ли количество часов в игре. Видите сигамет на Германии 6 тысяч часов, и генерал Армагеддон на Австро-Венгрии 12 тысяч часов. Посмотрим, что будет. Ну, а пока они там переговариваются. Готовьте на... Кое очко с маской не понадобится. Дорогой, у меня всегда она пропасена. У меня две вазелиновые мать. И я думаю, после таких слов можно начинать игру. Ну и что интересно в это время происходит в канале настоящих профессионалов с 12 тысячами часов. Ладно, понятно, через флот. Короче, если что, можно говорить сразу, все побережье мы просрали. Брот, я... Короче, мне вообще лень заспала на что-то делать. Будет дать за 6 часов! Немецкий император, что же вы так кричите? Вы больной? У нас до ф... Моенных заводов. Германский генштаб осознает всю выигрышность положения Фатерлянда. Поэтому мы прорвем Русский фронт. И возьмем ключевые города Запада России. Ага. должен слиться, короче. Да у вас не все дома, похоже. Так, что же дальше творит этот профессионал? У нас появился столб из дивизии. Возник довольно интересный вопрос. А что изучать вообще? А, кстати, да, надо исследование раскидать. Я, короче, с Рашидом дружусь. Ну, что же, может, обсудим план наконец-то? Короче, я Стамбул не буду укрыть. Пусть его кто-то, это, за меня покроет болгар. Вика, а вы считаете, что это точно хорошая идея? Не-не-не! Не-не, они просто не додумаются туда высадку сделать. Они же ебнутые. А, ну, стопроцентная логика. Это реально военный план. Дальше, кстати, Вика решил попросить его союзника ему помочь. Да, пацаны, дайте мне что-нибудь по, это, трейдбэку. Я не понял. Довольно странно, что за 12 тысяч часов игрок не знает понятия трейдбэка. А трейдбэк это когда у вас есть излишки фабрик, а у вашего союзника много ресурсов. Вы его закупаете у него ненужные вам ресурсы, а тогда вы за них максимальное количество фабрик. Так ваш союзник резко подтягивается в количество заводов. Также это при минимуме покупки лицензии, вы скупаете все технологии союзника за фабрики. Данная схема существует давным-давно. Ладно, у Вики там какая-то возникла в генштабе новая идея. На итальянце долб*** сидит. Короче, давайте я ему высказай, что флот везите свой в Средиземноморье. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Профессионалы выставляют технологии. Ну, а в Стрэнкле все нормально. Тут пехотное вооружение, а вот у Германии бронеавтомобиль. Это, если что, самая бесполезная техника в моде на Первую мировую. Немецкий император, вы там опять сходите с ума? Я не знаю, кто мне это поставил. Я зашел заранее, взял, чтобы вас опозорить. Так, что там опять Вика хочет? Это Австро-Венгер, Австро-Венгер. А, слушай, можешь свои дивки в Каир перевезти? Через мой фронт повоюешь с Египтом. Ебнутый, как? Нет, повоюй со своим Египтом сам! У Вики просто нескончаемый поток военных планов. На отправку войск в Египет-сористиков, увы, не удалось развести, но обсуждение Италии до сих пор идет. Альянец, он не додумается о флоте. Он не додумается просто. Пацаны, я говорю. Ух, дайте я вздохну, пожалуйста. Это сейчас высадка будет. Нет, давай не сейчас, давай не сейчас, давай... Он пока не укрепится, надо ебать в высадку. Я могу сразу это сделать. Какой нафуй укрепится? Я, короче, везу двоих турков высаживаться в Палермо. Ой, блядь, мы закончим как реальные центральные державы. Нет, вы че... Убираешь? Твои два турка они заряжены кебабами. Импопово импопово просто на все. Импо ебать. Также, игрок, напоминаю, с 12 тысячами часов очень озабочен проблемой обороны от Румынии. Румына сразу включится в войну, блядь. По-моему, у меня сейчас не хватит дивок, если честно. А ты на Румына забей хуйтовик? У вас такие планы, что надо на все забить хуйни, лишь бы высадиться в Италию вашими двумя турками. Ты вообще уверен, что этот план сработает? Пацаны, это пи***а, я такое готов сделать. Я просто готов нахуй Италию выпасть. Окей, мы не будем обрекать фуаней. Узнав о планах Турции, вон даже русский испугался. Он раньше времени отправил все дивизии на фронт и объявил мобилизацию. Так, а это что? Че день заевлю-то? Какой там? Ты ничего не готова? Никакого влетать, блядь. Нет, блядь, пошел нахуй. Пацаны, выведите флот, нахуй. Увадрёт, сидишь? Австрияка, австрияка, нахуй. Австрияка, блядь. Испания объявляет войну Италии, это неожиданный удар. Антанта сидит думает, да ну х** он это сделал, но высадка Турции уже была подготовлена заранее. Турция просто нажимает на кнопку вступления в войну за Испанию и высаживается на юге Италии. Он реально высадился двумя заряженными турками, которые бегут на Рим. Сейчас они спрятят все античные унитазы римских операторов. Итальяне срочно в порядке перекидывают дивизии с основной линией обороны с австрицами, а турки в это время занимают юг Италии, сюда же прибывают дополнительные дивизии. Итальянцы их пытаются тут же оставить контрнаступление, но часть турков уже убегает в сторону Рима. А еще туда высаживается Испанцев. Итальянцы трещат в рот, если досрочно перекидывают на помощь дивизии французы. Но они еще не вступили в войну, никто ничего не понимает. Вик, это выходит реально гений Хлой 4. В этот же момент австрийцы начинают атаковать итальянцев. У итальянцев больше нет возможности перекидывать резервы на юг. Да и перекинут резервы не могут вывести отсюда турков. И у итальянцев осталось 30% лимита капитуляции. Он уже на грани его могут захватить. Фух, блядь, у меня аж яички вспотели. Я буду, пацаны, но это пиздац. Я никогда такого не делал. А знаете, что он еще не делал? Он не пополнял свой кошелек стима через Купикот. Сервис Купикот, который позволяет повалять кошельки с самой низкой комиссии на рынке. Купикот работает очень быстро и очень просто. Нужно ввести свой логин. Только логин. Никаких личных данных сайт не требует. Сумму. Ввести мой промокод который дополнительно достижает комиссию на 2% и поваление становится еще выгодней. Дальше нажимаем на кнопку пополнения. Засекаем время. Даже засекать ничего не надо. Все уже за минуты на моем стим кошельке. Но опять нам вставили палки в колеса. Купить то в России можно не все. Поэтому Купикот ввел поваление на аккаунты из Казахстана в деньги, а также на аккаунты в доллар. Ну и чем же вас еще удивить? А у Купикота есть чем? Теперь если вы авторизуетесь на сайте через телеграм или вк, то можете получить 50 бонусных рублей. Ну а зарегистрированные пользователи сайта получают теперь постоянный кэшбэк с пополнения. Ну и Купикот уже давно стал целой экосистемой. На сайте есть программа лояльности. За пополнение кошелька в Купикоинах вы сможете получить повышенный кэшбэк. А еще знаете что? На Купикоте можно купить запрещенку. Недоступные игры в России теперь доступны на Купикоте с активацией на аккаунте из России. А еще на них действует скидка в 10% по моему промокоду Качанов. Также на сайте Купикота проводится розыгрыш Купилиар. Разыгрываются видеокарты, наушники, геймпады. И чтобы принять участие, пополняйте свои кошельки по условию конкурса. Помогайте друг другу в это непростое время. Пополняйте свой баланс стима через Купикот, покупайте Херсофари, ну и участвуйте в роликах. Ссылки все в описании. Также в этот момент наносится удар по Румынии. Юг Румынии полностью прорван. Какой-то идет слив антандо, но тут приходят срочные новости. Блин, от меня... Парни, меня тут немножечко прорывают. Итальянцы. Мне бы срочно не помешало бы Халпа, на самом деле. Так, между нами девочками. Да что ж ты всю малину портишь? Профессионал с 12 тысячами часов. Ну пробей ты, итальянца, у него нет организации. А в этой правительстве вообще не денег. Что ты стоишь? Ну я не успел, у меня исследование появилось. Ну пи***ц, и это профессионал. Вот два профессионала сейчас работают в Италии, спать подвод резервов в центр. Турок сдерживает дивизия ТАДО на юге и может окружить много дивизий в Италии. И что происходит? Да неужели профессионал с 12 тысячами часов громит итальянскую армию? У итальянца образуется выступ из дивизии Австрии, заносит тура по флангам. Австрицы прорываются в Венецию, носят тура итальянца в спину. А как вы прокомментируете падение Венеции? Качоу! Качоу сейчас будет! Качоу! Ура, итальянцы! В итальянской успехности дивизии от окружения можно идти дальше. Но можно же, сколько пустых в провинции нужна поддержка от Германии. Немец, ты где? Бл***ь, тут доктрину надо изучать, нафуй. А это что такое? Ну Вика, что там со Стамбула было? Никто его не пойдет брать, да? А это кто такие? Какие немецкие танки в Турции? А у нас есть танки? В этот же момент складывается следующая оперативная ситуация в Италии. Войска центральных держав разделены на два отдельных фронта. Однако на центральный фронт перекидываются дополнительные немецкие дивизии. И если взять штурмом Антону и порт южнее, то вся группировка Антонта на юге Италии будет окружена. Койда! Антоно! Антоно! Немец! Немец! Если что, пожалуйста! Немец! Немец! Что происходит? Немец, блядь, ну ты тупорылый, блядь! У меня игра зависла! Немец! Антоно! Антоно! Немец, держи, немец, держи этот фронт, я буду котел делать пытаться. Я не могу, блядь! Ну и вот идет штурм Антону и можно прямо сейчас заедть в группировку войск от Антонта будет разделена и вот Антонна занята! Еще взять один портный войск от Антонта окруженный на юге Италии, но почему немец никуда не двигается? У меня игра зависла, ребята. Я не в тьму, что происходит. Господин Иван, чему вы зависли в самый ответственный момент катки? Я не понимаю, блядь! И пока немец, хрен пойми, что делает, Антон успевает укрепиться на юге Италии, ее надо срочно прорвать времени и просто сидеть уже нет! Просто Арту привезите в Италию, нам надо Италию капнуть, у нее осталось для капитуляции, блядь! Ну я отнял, блядь! Не надо высаживаться, просто ее прорвать, можно на севере у нее, смотрите, блядь! Француз ее кроет на севере, сука, у него по одной дивке! Блядь, ну ты прав, да, я... Ну Арту, блядь, сведи тогда, нахуй! Так я и делаю это, я... Блядь, я прорвал, нахуй! А в этот же момент, французы контр-атакают австрийцев окружают их в Венеции, что происходит? Прошел нахер, я... Блядь, 10 часов мастурбации в ход 4, вы чем занимались, идиоты, блядь! Я, мать мою, ебал! Французы, пришли, я что сделаю, у меня все дивки на России! Че я делаю, 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 блядь! Помогите, нахуй! Но тут же турок одной дивизии прорывает всю оборону от Тата на севере Италии! У немца здесь 7 пехотных дивизий, чтобы помочь, но немец их никуда не отправляет, а Италию уже можно захватить! У него лимит капитуляции ниже 10%! Но тут же итальянцы посажутся на юге Италии, профессионалы тут не держали войска на берегу, и итальянцы прорываются! Йо, это для ролика, это для ролика, я надеюсь! Турок уже в шоке, австрийцев выбили из Венеции, уже выбивают дальше, да что ж такое происходит? В этот же момент турецкая войска носит контур-тар по итальянцам на юге, посмотрите, что происходит, немец привез свои бестолковые танки в горную Италию! Ну и продолжается разгром испанцев, немец сюда не приводит пехотные резервы, у испанцев просто не хватает дивизий, чтобы сдержать британцев! Но тут же появляется шанс перевернут весь ход войны, татчане неожиданно высаживаются в Бельгии и обходят всю французскую оборону! Все, что нужно сейчас сделать, это просто перевезти немецкие дивизии на бельгийский фронт, и прорваться до Парижа! Но немец думает иначе! Ни фига, у него нету кораблей, бля! Я готовлю высадку в Британию, пацаны! Ну просто, ну приведи сюда войска и уже прорви фронт от 10-ти немцев, Вика сходит с ума! Ааа, вы нахер сидят, бля! Я властик! Десять-десять, бля! Я имбулька, имбулька! Так же, ну что в Италии, здесь уже можно все прорвать давно, приведите сюда артиллерийские дивизии и все, но нет! Профессионалы тратят огромное количество времени, просто стоя на месте! И никаких резервов не было перекинуто в Испанию! Испанская оборона не выдержит, ее проносят, скоро Испанца захватят! А в этот же момент, что и профессионалов, опять конфликт! Задави свои еб***чие атаки, бля! Я остановлю! Батя его атаковать пехоткой! А чем если ты нахуй не продавишь? Ты еб***ло утиная, бля! Ты еб***ло утиная! Да ты еб***ан, бля! Они сейчас подойдут, нахуй! Ну ты немец, контроль, бля! НЕМЕЦ! Они уходят! А нахуй, бля, они уходили, бля! А нахуй, бля, ты атакуешь! Ну и тут же приходят срочные новости! Чё? Ой! Мы, по-моему, сейчас просрём все полимеры! А почему немец, бля, не может на Испанку, бля, перевести дивки и капнуть в Францию? А зачем лучше 200 дивизий на пустой России держать? Ну да, да, это же, бля, это, бля, это, бля, это, зази, география! ДЕСЬ, 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 ДЕСЬ! И Вика очень возмущён профессионалами. Ну, бля, ты их просто на хехеру нашёл, или чё, я не могу понять. Но дальше можно опять перевернуть ход войны. Загермания неожиданно вступает в войну Нидерланд, начинает сфармироваться в свою бельгийскую оборону. Здесь просто немец, поддержи атаку своими дивизий, но у него опять что-то случилось! У меня игра крашнула, сейчас переживай. Голландцы справились и без немцев, Бельгия захвачена, открыта дорога на Париж, но тут приходят срочные новости из Италии. Наши закотлят в Италии, ебланы, сука! Не могли Италию сначала игрив высадками, надо просто загашить. Ну нет же, нахуй, немца! Восемнадцать, бля, тар дивок стоит в порту. Немецкий император, где, сука, дивизия на Бельгии? Я перевожу на этот фронт дивки! А дивизии, вот они, немецкий император сошел с ума и привел неравномерное колесо дивизий по снабжению в Италию! Из-за чего здесь все теперь сидят без боеприпасов и еды? Ну вот зачем этот танк здесь стоит и ждет снабжения? Также австрийская армия опять идет в наступление на Венецию. Они ее уже в какой раз пытаются взять? Все никак не идет. Ну куда ты в глаза долбишься? Боже, стоит итальянская дивизия без организации, но такой ты ее! Стука, шестивольтовые твари! Бля, закройте Италию, надо! Уже америкосы подошли! Мне пизда! А в Бельгии, что здесь, никакого немецкого наступления не началось. Немец держит огромную армию на России, с которой он даже не воюет. По 17 пехотных дивизий в провинции здесь! Ну а в это же время начали пробивать самого активного игрока центральных держав. Турции прорвали Кавказ. А это, ооо, активный дивизий от Германии, на самом деле в Великобританию! Но тут же его топят. Как же так? У британцев уже нет флота. Ооо, а это что такое? Это вот теперь у Германии нет флота. А еще 10 дивизий без снабжения просто выкинуло на берег. Все, плаки-плаки, можно игру выключать. А еще немец не прикрывает берег в Нидерландах. Отданно сюда высаживаются, и Нидерланды захвачены. Это просто такой пи... Дец, это я комментировать уже не могу. Вот, Мика все за меня скажет. Слушай, а нахуя? Нахуя тебе порты крыть, епта? 10 тысяч часов они уже научились дрочить без рук, блядь. Им вот хуй на порты. Дальше у нас появляется огромный фронт с Нидерландах, немцы сожжаты между ними и Бельгией, Вика подвела ноги работы немецкого генштаба. Блядь, а вы просто ебаные чипика, блядь. А в это время в Италии 20 немецких артиллерийских дивизий стоят без снабжения и просто смотрят на окруженных греков. И вы посмотрите, что происходит. Немец перекидывает резервную оборону, сейчас это дело пойдет. Все, заняли оборону, стоим. Также у нас начала разваливаться Австро-Венгрия. Боты уже понимают, что все, уже пора бежать. Эти профессионалы с 12 тысячами часов до добра нас не доведут. И я не знаю, каким чудом немецкий император убедил вступить в Швейцарию в войну на его стороне. Но Швейцария может перевернуть ход войны. Швейцарская война наносит неожиданный удар по Италии, у них здесь нет войск. Также швейцарцы наступают в сторону Франции. Француз такого не ожидал, срочно перекинут войска. Но нет опять немецких резервов, они стоят на Россию. А еще до сих пор смотрят окруженных греков, и швейцарцы уже паника. Пожалуйста, меня сейчас полностью выбьют, помоги мне. Я отр... Пожалуйста, помогите. Я сейчас капитулирую. Пожалуйста, помогите мне, кто-нибудь. Но посмотрите, что можно сделать, если перекинуть дивизию. Можно окружить французские дивизии на Бужино и прорваться до Парижа. Но что происходит в немецком генштабе? Эй, блядь, 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 блядь. Ну а в Италии полный разгром немцев. Проблема со сдавжением довели немецкую армию до полного истощения. Она уже не может держать провинцию, ее убивают везде. Ну и в Италии все. Столько сил центральных держав, времени было потрачено на ее захват, и они проиграли. Также немец вообще не контролирует свои дивизии. У него в Бельгии стоит 20, а на Нидерландах по одной, а где-то их вообще нет. Также французы подводят резервы, останавливают швейцарское выступление, швейцарцы паникуют. Помогите мне, пожалуйста, меня пробьют, меня будет сейчас. Ну и может хотя бы немецкий оператор еще наступлений на пустую Польшу? Ну ладно, окей, говмо вопрос. Я, ну, спать, ну, спать. За 10 тысяч часов это довольно просто сделать. Наступление-то на Польшу начали, но Антанта уже прорвается до Берлина со стороны Нидерланды. С дивизиями у немца полный хаос, они бегают хрен пойми куда. И в Германии нет никакой обороны, но тут неожиданно приходит он. Железно-высмарк, сейчас все исправят, тихо. Ну, Миша-железный бисберг, исправляйте. Итак, в чем у нас тут загрузка? А зачем мы его воем? Реально, зачем мы воем? Вот, у нас уже с Италии на Виг Германии прорвается дивизия от Татры. Объясните, как вы это сделали? Как вы так обошвали? Также у нас захватили Турцию, но тенденция, грубо говоря, идет к поражению. Конечно, Миша-железный бисберг выстраивает обороны, даже которые атакуют, но это мало чем поможет. И тут приходят срочные новости. Вы видели, вы видели, Итал? Немец, четыре артисты. Немец, четыре артисты. Немец, императоры высаживаются в Италию, но в этот же момент его прорвают уже всю Германию. Также дедыскского Австро-Венгрия, и силы Антата соединятся в сцену, и Германия окружает все немецкие дивизии на Тападе. Германия держится около Берлина, в Австро-Венгрии уходит какая-то оборона. Также Австро-Венгрия берет пенец, прорваться в клубь Италии можно. Германия захвачена. Вот такая у нас получилась игра с профессионалом, у которого 12 тысяч часов. Ребята, ваша поддержка лайками и комментариями мне очень сильно помогает. Я благодаря этому выпускаю ролики, так что поддержите. Ну, а я напоминаю, что можете поддержать ролик лайком, а канал подписка. Также нельзя поставить их в комментариях. Спасибо.